Юрия Дудя проверит прокуратура по статье о дискредитации в СРФ в интервью с Цыгановыми. А Цыгановых они проверить не хотят, потому что там тоже есть, как мне кажется, проблемы. Причём серьёзные, то есть серьёзно, да? То есть исходя из этого интервью, они решили Дудя проверить, а не этих наркоманов, блядь. Ну это вообще пиздец. Ну ладно. Инициатором проверки стал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Ух, Виталий какой-то хуй. Написавший обращение в Генпрокуратуру. По его мнению, на протяжении всего интервью Юрий Дудь высказывался о действиях вооружённых сил РФ в циничной и уничижительной форме. Бедни. Ну, ок. Я уж думал, уже давно на него завели какое-то там дело уголовное и так далее. А тут оказывается, странно, что это только сейчас происходит. В Турции украинец догнал на своём авто и нацмелец бил двух вооружённых грабителей на мотоцикле, которые украли у него сумку с деньгами. Нихуя себе. По информации турецких СМИ, грабителями были турок и азербайджанец. В сумке было 36 тысяч евро. Покажи. Да, пожалуйста. Ну вот, короче, эти двое. Вот машина. Он там сидит, короче, чел. За рулём. Видимо, наличку пересчитывает, я хз. Они мимо проезжают, он возвращается, встают здесь. Такие типа, ага. Да-да. Да-да. Оп. Ага. Ага. Слезает такой. Угу. Тут они ещё даже не догадываются, что через пару минут они помрут. И такой подходит на нахуй. Выхватывает какую-то сумку. Пью. И убегает. Чел на машине, конечно, оказался непростым. Среагировал быстро. Они на своём мотоцикле. А он на машине такой. Оп. И на нахуй. Всё. Позда. Бэмс. Туда их. Ну, я не знаю. Тут вопрос в другом. А что будет с этим украинцем? Ну, как бы, по сути, у него реально спиздили огромное количество денег. Он их догнал. И сбил. Ну, блядь, получилось насмерть. Чё уж там. И чё, в итоге. Он имеет право. Это в Америке, может быть, он имеет право. Самозащита там и так далее. А вот в Турции. Это ж в Турции. Это в Турции, да. А вот тут непонятно. Есть инфа вообще? Но он же не хотел убить. Это уж точно. Ничего не будет ему. А, да? Не имеет право это убийство. Понятно, короче. Понятно, что ничего не понятно. На самом деле это раздражает. Вот, знаете, есть какая-то новость. Вот. Он это сделал. А информации, типа, а что с ним дальше? И нет никакой пиздец. Вот, ну, просто. Ну, и шо, и чо, и чо, и чо, и чо, и чо, и чо, и чо. Чё, блядь, черакаш. Хилми. На коленях извиняется перед Рамзаном Кадыровым. Хочу обратиться к Кадырову, Рамзан Ахматовичу. Хочу извиниться за солевую накаманку Юлю Финес, которая сказала те слова, которые она сказала. Их вслух не надо произносить. Прошу, пожалуйста, не причислять ее к блогерскому сообществу. А какие они? Она не несет ответственности за свои слова. На коленях. Она больной человек. Прошу ее простить. Ее нужно отправить на лечение в больницу. Она не вменяемая. Пожалуйста, простите ее и простите наше блогерское сообщество. А покажите мне, чо она про Кадырова говорила. Мы не несем за нее никакой ответственности. Простите нас. Да ты тоже, походу, нездоровый, блядь. Я только вот это вот. Азербайджан, чтобы вы все сдохли. Ваша нация полная хуйня. Я топлю за Армению, за Армян. Вы лучшие. А Азербайджан, вы просто твари, блядь. Осуждаю, долбоек. Вас надо сжечь и испепелить ваше поле, блядь. Осуждаю, нахуй. Че за пиздец? Не, она реально больная. Тут как бы я спорить не буду. А я вахуй, конечно, да. Пизду такое смотреть. Бля, уже даже страшно представить, что она про Кадырова сказала в таком случае. Я сожгу Коран. Я сожгу Рамзана Кадырова. Я сожгу всех ваших матерей. Да ну нахуй, ты че, ебанта, блядь. Блин, уважаемые мусульмане, простите меня, пожалуйста. Я просто не ведаю, что я говорю. Простите меня, не убивайте меня. Оставьте меня в живых, пожалуйста. Я больше никогда не буду так делать. Я не подумала, что я сказала. Это сказал мой друг. Я ничего не делала. Ну, простите меня. Я не подумала, что я сказала. Оставьте в покое бедного, психически больного ребенка. Ну, короче, ладно. Ой, бля, пиздец. А, это что такое? Прикинь, что мы с этим миром будем. Пять ядерных, ебашу. Пять. Да мне нахуй, пять. Да я тебе отвечаю, я, блядь, будто хвастую сам. Ебан, Копатыч. Да ебан. И взорвусь, нахуй. Чтоб никого не было, нахуй. Че? А че у него за куртка? А, о, да, си. Я думал, адидас, блядь. А у меня один живой. 40 градусов, прикинь, спал. Да, ну, да. Ну, я Лючекера ждал пообщаться с ним. Че он думает, Лючевер? Че, не пришел? Ха, нихуя. Ты здесь, блядь. Мороз пришел, 40 градусов. Объединенные. Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые можно использовать в военных целях в Украине. Ну, видите, а вы думали, шо я в Дубае-то, собственно говоря, делал? Стоило мне там побывать, как вот... Сегодня в Воронеже выпала половина месячная норма осадков. И пока все жаловались на пробки и лужи, жильцы этого дома радовались. Еще во вторник из-за ремонта водопровода здесь отключили холодную воду. И вот два дня... Не то, да, это я другой включил. В нашем магазине. Там она, кстати, уже на исходе. И тут такой подарок судьбы, ливень. Вот так вот и набираем кружечкой ведро, потому что смывать как-то надо. Че? Невыносимо. Ну, вот сейчас уже невозможно, потому что мы уже тут несколько раз выходили, дождя нет. А нафиг нет по телеку показывают? С каких пор они показывают, что там в России происходит? А пока жильцам остается лишь надеяться на оперативный смеси, потому что дождь теперь обещают лишь в воскресенье. Че? Ебать, еще и троллят. Я вахую.